Добрый вечер! Это программа «Балтия. Неделя» – проект телеканала «Настоящее время». Эта неделя принесла нам много забавных историй. В Эстонии жительница страны Марта Киви отметила свой 107-й день рождения. Это национальный рекорд. В Латвии ученые изобрели экологический пенопласт. Он из обычной хвои. А в Литве тестируют новый лежачий светофор для любителей смартфонов. Это когда человек уткнулся носом в телефон и ничего не замечает вокруг, кроме экрана и своих ног. А тут раз под ногами светофор. Неплохо придумано. В общем, у нас есть еще много историй, которым, собственно, и посвящен этот выпуск. История по-эстонски – «Айалугу», у латышей – «Вестури», а по-литовски так и произносится – «История». Историю сегодня веду я. С вами в Рижской студии Евгения Эрлих. Сегодня в программе. Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре. Откуда родом доктор Айболит. Корнеев Иванович был склонен к мистификациям. Любите ли вы театр? Или зачем бывший замминистра культуры Москвы переехал в Ригу? Я уехала, потому что я хочу делать дело. Меры безопасности. Чтобы попасть в этот музей, надо надеть каску и вооружиться киркой. Вот примерно похожий киркой еще мой дедушка мог работать. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. 5 февраля в городе Вильно родился человек, которого сегодня многие горожане считают прототипом того самого доктора Айболита. Он действительно лечил и людей, и зверей. И день рождения – хороший повод рассказать эту замечательную историю. В роли сказителя Владислав Андреев. Все, что о нем осталось – несколько фотографий, памятников и много хороших воспоминаний. Знаменитый врач, ученый и благотворитель Цемах Шабат родился в 1864 году в Вильне, нынешнем Вильнюсе. Сегодня это Литва, а тогда – часть Российской империи. И в имперских метриках еврей Цемах Шабат, сын Йоси, записан на русский лад, как Тимофей Осипович. Он закончил Московский университет и почти сразу отправился в провинцию бороться с эпидемией холеры. Потом вернулся в родную Вильню, лечил людей, за поддержку революции 1905 года сидел в тюрьме. После был выслан за границу, где продолжил учебу. В Первую мировую создавал пункты медпомощи. Позже обустраивал детские летние лагеря, школы и сиротские приюты. А еще он тот, кого в наше время многие считают прототипом доктора Айболита. Слава, слава Айболиту! Слава добрым докторам! Тот же Корнеев Чуковский писал о нем, что он более доброго человека, когда он с ним уже познакомился, что он более доброго человека никогда не встречал. Умер Цемахшаббат в 1935-м. В последний путь любимого всеми доктора провожали десятки тысяч людей, причем под звон церковных колоколов. Вильна был объявлен траур. В честь народного врача горожане установили бюст. Спустя несколько лет стало понятно, доктору по-своему повезло. Он не увидел ужасов Холокоста в Литве, когда погибли его родственники, друзья и пациенты. А памятник выжил. Во время немецкой оккупации бюст спасли местные жители, закопали его в землю. Теперь он экспонат в Еврейском музее Вильнюса. Здесь хранят и старые фотографии зданий, где жил и работал доктор Шаббат. Некоторые дома сохранились до наших дней. Вместе с ними живут и городские легенды. У него был балкон, и тут сохранилось два балкона, больше их никогда в этом здании не было. И вот один из них – это его квартира балкон. На проспекте в гостинице жил Чуковский. И когда Чуковский выглядывал из окна своего номера, он обратил внимание, что к этому дому подходят дети каждое утро. У многих у них еще есть всякие собачки, кошечки, и к ним выходят, и каждому дают молоко. И они просили доктора, если надо было помочь им, этим животным. И доктор Шаббат оказывал первую помощь этим животным. И пришел к Айболиту Барбос. Меня курица глянула в нос. О том, что Цемах Шаббат был прототипом доктора Айболита, советские читатели узнали в конце 60-х. В газете «Пионерская правда» вышла статья Корнея Чуковского под названием «Как я написал сказку доктор Айболит». Написал я ее очень-очень давно. А задумал ее написать еще до Октябрьской революции, потому что я познакомился с доктором Айболитом, который жил в Вильно. Звали его доктор Шаббат. Был это самый добрый человек, которого я только знал в жизни. Он лечил детей бедняков бесплатно. Писатель и переводчик Даля Эпштейн была знакома с сыном Цемаха Шаббата и хорошо изучила биографию самого доктора. Она говорит, сказочная тень выдуманного Айболита с годами, к сожалению, затмила заслуги самого доктора Шаббата. А история о прототипе – всего лишь красивая сказка. Корнея Иванович был склонен к мистификациям. Он любил шутку, он любил выдавать желаемое за действительное. Сказка «Айболит» была написана в 1929 году. И под заголовок гласил по Хью Лофтингу «Путешествие доктора Дулитла». Абсолютно зеркальный сюжет. И таким образом никак Шаббат не мог быть прототипом доктора Айболита. Истинный прототип Айболита – английский доктор Джон Дулитл – мужчина в расцвете сил с высоким цилиндром на голове. В СССР Корней Чуковский превратил его в доброго дедушку в белом халате. Но как бы ни хотелось верить в сказки, ни английский Дулитл, ни советский Эболит, убеждена далее Эпштейн, не имеют никакого отношения к литовскому доктору Шабаду. Я сочла эту версию очередным мифом Чуковского, которому хотелось сказать что-то хорошее о вильнюсских евреях. Но мифы порой становятся реальностью. Памятник известному врачу назвали так – гражданину Вильнюса доктору Цемаху Шабаду – прототипу доброго доктора Айболита. Доктор и девочка с кошкой, как рассказывал нам скульптор Рамуалда Сквинтес, сюжет простой, но эмоциональный. Эту композицию он создавал, вдохновляясь не только легендарным прошлым Шабада, но и сказочной историей Айболита. И теперь эти два образа в Литве неразлучны. Я вспомнил, я нашел такую книжку. Книжку я получил за хорошую учебу. Это было в третьем или четвертом классе. Эта книжка была с очень прекрасными рисунками. И она и называлась Айболит. И мне как-то я подумал, ну вот, что-то в этом есть. Связь какая-то. Этот памятник заказала еврейская община Вильнюса. Его установили в 2007-м на территории бывшего вильнюсского гетто. По иудейской традиции человек живет, пока о нем помнят. Сто лет назад Цемахшабат, или Тимофей Осипович, был живой легендой города. Сегодня бронзовый доктор Эйболит – одна из достопримечательностей литовской столицы. Владислав Андреев, Виктория Терентьева, Эдуард Колик. Балтия недели. Доктор Цемахшабат, безусловно, достоин отдельной книги. Но вот она, сила литературного слова. Вспоминаем мы о нем, как правило, только в связи с детской сказкой Корнея Чаковского. С другой стороны, тем самым подтверждаем старую мудрость. Все в мире тленно. Искусство вечно. Следующая история как раз про искусство и про человека, который несколько лет назад в Москве совершил настоящую культурную революцию. Изменил представление огромного мегаполиса о роли театра. Теперь для него сцена – весь Балтийский регион. Театральный роман от Ольги Шакиной. 1998 год. Главный администратор театра Табакова Женя вывозит молодых артистов на гастроли. 2012 год. Замминистра культуры Москвы Евгения Борисовна представляет коллективу театра Ермоловой «Нового худрука» Олега Меньшикова. 2019 год. Театральный продюсер Евгения Шерменева прогуливается по Риге с собаками Касси и Пинчем. Овчарка Касси с хозяйкой сколесила всю Балтию. Крупнейший фестиваль в Вильнюсе, премьера в небольшом эстонском городке – Шерменева «Тут как тут». Ее мечта – общебалтийское театральное пространство с взаимными гастролями трех стран и спектаклями на всех здешних языках, включая русский. Для российского театра Шерменева сделала много добрых дел, но на тех, с кем она эти дела делала, в России сейчас завели дела уголовные. Женя предпочла уехать. Я уехала, потому что я хочу делать дело. Если у меня в России для этого нет возможностей, значит, я буду делать дело где-то в том месте, где эти возможности у меня есть. Новый Рижский театр, прошлогодний лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» снова в Москве. 2008 год. В сюжете канала «Культура» мы видим, как продюсер Шерменева лично помогает монтировщикам возводить декорации. Артист Гундерс Аболинш потрясен. После гастролей они с Шерменевой становятся друзьями. Это как какой-то мотор высококачественного гоночного автомобиля. Она очень быстро работает, очень много разных функций выполняет и сразу аперитивно решает какие-то проблемы. Сегодня Аболинш, латвийская знаменитость, пришел на мастер-класс знаменитости российской Алексея Розина. Артиста, которого синефилы запомнили по ролям в фильмах Андрея Звягинцева, Шерменева привезла в Ригу, чтобы научил коллег прогрессивным техникам сторителлинга, рассказывания со сцены истории. Именитые московские гастролеры Алексей Розин и Марина Васильева, партнеры не только по сцене, но и по последнему фильму Звягинцева «Нелюбовь», получившему в прошлом году «Золотой глобус», помнят времена, когда от одного только слова Евгении Борисовны зависела судьба любого московского театра. Ну вот тут Капкова она там. И она как раз, тогда Брусникин, они там с ним, мужики какие-то дела, и он все время говорил, что вот нам помогают, нам помогают, нам помогают. И я так понимаю, Женя была как раз тем человеком, который нам помогал, помогал, помогал. Начинала всемогущая Шерменева по первому образованию химик с суфлером во Мхате. Ходила легенда, что без нее Олег Ефремов на сцену не выходил. Меня вызвали на гастроли в город Киев. Он просто практически вытащили из душа когда-то. Когда приехал Ефремов играть спектакль, Олег Николаевич вышел на сцену, так, посмотрел и сказал, где Женя? Он сказал, в Москве. Он говорит, ну сами играйте, и ушел. Со временем у суфлера «Мхат» проявились такие организаторские способности, что его наняли администратором в театр Табакова. Тот обернулся продюсером нескольких ведущих театральных фестивалей страны «Нет», «Территория», «Гаврош». А во времена «Медведевского потепления» Шерменеву сманило новое московское пространство. Решившее ориентироваться на молодых образованных горожан. С именем Шерменевой связывают реформу, в результате которой у руля многих московских театров оказались молодые художественные руководители, в числе которых Кирилл Серебренников и Борис Юхананов. Но теперь была недолгой. В 2015-м мэр Собянин попытался использовать ее в своих предвыборных целях. Оказалось, что Евгении Шерменевой это совсем не интересно. Сергей Александрович начал меня притягивать к выбранной кампании. Я сказала, что я не буду этим заниматься. То есть вот эти вот личные театры... Ну, он сказал, что нужны доверенные лица, звони актерам, просяг. Я говорю, не буду никому звонить. Ну, то есть, ну, я прям тоже уперлась. Тогда она погрузила собак в машину и уехала в Латвию. Оглянулась и организовала здесь агентство «Артспутник». Его первый проект – трансбалтийский спектакль «Война еще не началась». В постановке пьесы российского драматурга Михаила Дурненкова заняты артист Рижского театра русской драмы Александр Маликов, легендарная латышка Гуна Зариня и литовец Гитис Иванаускас, блиставший у Коршу Новоса, а ради Шерменевой впервые выучивший гигантскую роль по-русски. У меня были спектакли, где там несколько фраз на русском или на английском, но такой масштаб – это да, это первый раз. Спектакль играется на русском языке с латышскими субтитрами. Латышей и русских в зале похожи поровну. И мечта Шерменевой о великом балтийском театральном интернационале, где все понимают друг друга практически без слов, все ближе. Ольга Шакина, Данил Жилинский, «Балтий неделя». Прежде чем стремиться к чему-либо, надо понимать, от чего отталкиваться. Что такое театральное пространство Балтии? Объясняем в картинках. Театральное искусство Балтии Зарождение театра в современном его понимании, наличие своего здания, постоянной труппы, репертуара начинается в Балтийском регионе в конце XVIII века. Первоначально постановки идут на немецком или по-русски, но уже к середине XIX века появляются спектакли на национальных языках – на эстонском, латышском или литовском. Далее количество театров растет стремительно. Известно, что в начале XX века только в одной Эстонии действовало более 80 театральных коллективов. И сегодня театр остается важнейшим из искусств. В трех странах насчитывается сразу 44 профессиональных театра. В Эстонии всего 14 театров. Любой рейтинг в искусстве носит условный характер. Тем не менее, вот условный список самых известных сегодня эстонских театров. Национальная опера «Эстония». Эстонский драматический театр. Таллиннский городской театр. Театр Ванне Муйне в Тарту. Театр Энгла в Пярну. Театр фон Краля в Таллине. И Русский театр Эстонии. В Латвии 14 профессиональных театров. В числе самых знаменитых – латвийская национальная опера, которая с успехом гастролирует по всему миру. А также Новый Рижский театр, театр Дайлес, Даугавпилский театр, Латвийский национальный театр, Валмерский театр, Лепоиский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова. В Литве официальное количество профессиональных театров – 16. Здесь выделим Литовский национальный театр оперы и балета, Национальный драматический театр, Каунский кукольный театр, Каунский музыкальный театр, Театр марионеток Ленле, Польский театр в Вильнюсе, Русский драматический театр Литвы. В целом, в Балтийских республиках сегодня большое разнообразие театров всех жанров и всех форматов. При этом часть спектаклей идет с переводом на русский язык. В каждой республике есть свой русский театр. Среди театральных деятелей Балтии прошлого и настоящего немало звезд европейской и мировой величины. Не все они выступали в местных театрах. Михаил Барышников только начинал здесь свою карьеру. Он обучался в Рижском хореографическом училище. Литовский режиссер Мендауга Скарбаускис успешно работает в Москве. Режиссер из Латвии Алвис Херманис, наоборот, приглашенная звезда на лучших европейских сценах. А знаменитый эстонец Вейко Иунпу предпочитает больше снимать кино, хотя время от времени также сотрудничает с эстонскими театрами. Балтийский театральный список самых талантливых и знаменитых – это несколько сот фамилий. Музыканты, композиторы, артисты балета, хореографы, оперные певцы, дирижеры, постановщики, сценаристы. Назовем лишь несколько фамилий наиболее известных широкой публике. Литва – Донатас Банионис, Юозас Будрайтис, Регимантас Адамайтис, Юозас Киселис, Альгимантас Масюлис, Рамуальдас Романаускас, Ингиборга Дабкунайте, Саулюс Сандэцкис, Эймунтас Някрощус, Римас Туменас. Латвия – Гирд Яковлев, Арнис Лицидас, Эльза Радзаня, Блистательная Вия Артмане, Лилита Озалыня и Варскалнинш Эдуардс Павулс. Эстония – Георг Отц, Юрий Ярвет, Райбо Трасс, Лембит Ульфсак, Мик Микивер, Эльмо Нюганен, Анну Ламп, Майт Мальмстен, Кирилл Кяро. В небольших по размерам странах Балтии, тем не менее, идет активная театральная жизнь. Можно сказать, что балтийским театралам повезло. И вот еще несколько историй, которые мы вычитали на этой неделе в балтийских СМИ, рассказывает Андрей Лишкевич. Один на всех. Финляндия официально объявила о своем согласии присоединиться к строительству железной дороги Рейл Балтика. Для Европы Рейл Балтик – один из самых крупномасштабных транспортных проектов 21 века. По первоначальному плану новая скоростная магистраль должна была соединить Скандинавию и Балтию с Центральной Европой – от Хельсинки через Сталин, Ригу, Каунос и Варшаву на Берлин. Но Финляндия осталась в стороне, так как не видела в новом проекте целесообразности и, главное, финнов смущали стоимость и труда затраты при строительстве тоннеля под Балтийским морем. Однако неожиданно в Хельсинки решили, что Рейл Балтика – хороший стимул для повышения конкуренции в стране среди транспортных компаний и подписали необходимые бумаги. Таким образом, международный консорциум Рейл Балтика вернулся к изначальному варианту. В него теперь входят Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия. Первые поезда по новой ветке должны пойти в 2026 году. Слово «не воробей». В Литве активизировались китайские шпионы. Об этом говорится в отчете Литовского департамента госбезопасности. С ростом экономических и политических амбиций Китая на Западе деятельность китайской разведки становится все более агрессивной, сказано в документе. Литовских граждан часто вербуют, заманивая бесплатными поездками в Китай. Разведчиков интересует внешняя и внутренняя политика Литвы, оборонные планы, международные проекты. Однако большому бизнесу шпионские страсти не помеха. Литва, как и прежде, хочет стать главным Балтийским мостом нового шелкового пути. И в последнее время делает все, чтобы в будущем доставка китайских товаров в Европу проходила по Балтийскому морю именно через литовские порты. Таллинн выиграл звание столицы тотального диктанта 2019. Тотальный диктант – самая массовая общественная акция в области образования на русском языке. В прошлом году в нем приняли участие более 200 тысяч жителей из 76 стран мира. За пределами России наиболее популярен диктант именно в Таллине. Здесь год назад проверить свои знания собралось 2,5 тысячи человек. Так что эстонская столица вполне заслужила титул столицы тотального диктанта, опередив в конкурсе претендентов Вологду, Казань, Пензу и Ростов-на-Дону. С другой стороны, эта победа вызвала в Эстонии неоднозначную реакцию. Организаторы рады, а вот министр юстиции Урмас Рейнселу наоборот призвал отменить тотальный диктант, так как, цитата, «это часть российской пропаганды». Мол, под прикрытием безобидного урока реализуется путинская идея о русском мире, чуждая интересам современной Эстонии. По плану тотальный диктант 2019 состоится 13 апреля. Достояние республики. Лучшим дирижером мира среди женщин стала литовка Мирга Гроженита Тила. По оценке международного интернет-портала Classic FM, дирижер из Литвы покорила зрителей своей энергетикой и страстью. Мирга Гроженита Тила дирижировала симфоническим оркестром Лос-Анджелеса, но на весь мир она прославилась после выступлений с бирмингемским симфоническим оркестром. Сегодня она уже музыкальная звезда и первая женщина-дирижер, которая подписала контракт со знаменитой немецкой студией звукозаписи Deutsche Grammophon. На втором месте топа лучших женщин-дирижеров француженка Лоранц Экильбе. На третьем – мексиканка Алондра Делапарра. Ну и успеем рассказать еще одну историю. На этой неделе наши коллеги с эстонской телекомпанией ЭТВ Плюс спустились под землю, где-то в районе Нарвы. Гномов не встретили, золота не нашли, зато выяснили, зачем в шахте велосипед. Вот, значит, здесь супчик заказываешь, кусок мяса, вот это все взял и пошел в шахту пахать. Шахта-музей в Кокт-Ланыме – уникальные памятники похи. Открыли ее для добычи горючего сланца в далеком 1937 году. И лишь в 2001-м она прекратила свое существование, как промышленный объект, но стала объектом культурного наследия. Значит, и так мы находимся в шахте. Здесь глубина 8 метров, температура 8 градусов тепла тоже. Здесь добывается только один сланец, больше ничего. Вот с него давят масло. А масло – это электричество и тепло. В свое время эстонские шахты обеспечивали энергией не только Эстонию. Хватало – всему Петербургу. А еще и сланцевого масла делали бензин. Теперь, если вы хотите, я вас покатаю. Да, давайте, да, хотим, конечно. Хотите, да? Да. Ну, тогда поехали. За десятилетия неутомимой работы шахтеры выкопали настоящий город с широкими улицами и переулками. Подземная железная дорога помогала быстро доставлять людей на рабочее место. А обратно дрезина вывозила груженные вагонетки. А это суровый шахтерский велосипед. Целая велодрезина, которая передвигалась на четырех колесах по рельсам, как вагонетки. Это сейчас у нас есть фонарики, а в шахте проведено электричество. Но когда-то о такой роскоши горняки и подумать не могли. Вот такие у вас были карбитные лампы. Карбит, вода, выделение газа, поджигаешь. И отсюда пламя. И шахтер освещает. Это камерные лавы были здесь. Вот, освещали рабочее место. Со временем шахте становилось комфортнее. Вслед за мощной вентиляцией пришли большие машины. Но до 70-х годов прошлого века в арсенале горняка оставались лопата и кирка. Вот примерно похожей киркой еще мой дедушка мог работать. Правда, не в сланцевой шахте, а в угольной. Но легче ему от этого не было. Но самым опасным занятием в шахте были взрывные работы. Раз, два, три. Во времена расцвета сланцевой промышленности трудяги-шахтеры зарабатывали больше инженеров. И на пенсию им можно было выйти намного раньше. Достойная награда за достойную работу. Памятник героическому труду шахтеров. Запечатлен в прямом смысле в камне. Более 48 миллионов тонн сланца добыли в этой шахте за 64 года непосильных трудов. Это была программа «Балтия. Неделя» с историями, которые, надеюсь, запомнятся вам надолго. А кому надо повторить, мы повторим на нашей странице в Фейсбуке. Ну а новые наши истории смотрите, как обычно, через неделю на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова